Привет, мои хорошие! Привет, мои хорошие! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. В последнее время... Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Селена Вселенная. И в последнее время, как вы заметили, что я снимаю видео на кухне. Ну, так получается, потому что маленький спит крепко. И вообще здесь я когда шуршу, я вообще хожу на цыплю. Когда бы такое было, чтобы я ходила на цыпочках и выключала телевизор рано-рано. Даже гости, когда у меня были, я не выключала телевизор, сидела до утрища. А сейчас все уже, тишина, покой, хожу на цыпках. Появился хозяин в моем доме. Ну ладно, это рубрика «Будь счастлив» или по крайней мере «Меньше грусти». Я купила вот такой вот блокнотик, это для тех, кто только присоединился к нам. И я его заполняю вместе с вами, тем самым вы обо мне узнаете больше. Но и также вы можете вместе со мной узнать. И в общем, идем к счастью. С семимирными шагами мы идем к счастью. Итак, мы остановились. В общем, что для вас важнее всего? Насколько наполнено сознание, когда вы будете счастливы в последний раз? Все. Следующий вопрос. Оцените эти сферы своей жизни. Подрисуйте стрелку, чтобы показать, что дела идут лучше или хуже. В общем, вот такая вот штучка. Здесь, значит, от 1 до 10 нам будут задаваться вопросы. А нам нужно будет написать стрелочку, она как будет лучше или хуже. И сейчас цифра, откуда она идет, хуже или лучше. Итак, общее настроение. Общее настроение у меня, я скажу, на девятке, да, и оно идет к десятке. Такая вот стрелочка у меня будет. Потому что, вот-вот, видите, как я сделала. Девять и стрелочка. Открываю у меня стрелочка. Правда, не обращайте внимания. Мне неудобно на весу просто печатать. Конечно, мы печатаем уже. Чему объясню? От девятки к десятки. Потому что благодаря вам у меня фон... У меня, видите, затемнение. Такая полнолу... Не полнолуния. Месяц. Тут темно, тут свисло. Свисло, свисло. Ладно, пусть будет свисло. Потому что благодаря вам у меня фон прекрасный, суперский. У меня малыш, когда он улыбается, когда он спит, замечательно. Но в последнее время он совершенно не дает мне снимать. И, вы знаете, иногда меня начинают зашкаливать. Я реально просто уже не знаю, что делать. Он хочет все время внимания. Он все время хочет, чтобы я на него либо смотрела. Мама мне сказала даже однажды, говорит, Ты представляешь, вот ребенок на тебя смотрит, когда ты сидишь в телефоне. Он же не понимает, что ты сидишь в телефоне. И он видит такую картину, что мама, короче, вот так вот замерла и смотрит в телефон свой. И все. Типа мама не живая вообще, замерла. И, конечно, у него паника. Представляешь, какая внутри? Он начинает тебя будить. Смешно, говорю, конечно. Ну, да, на самом деле, я понимаю, с одной стороны. Но, с другой стороны, все время внимания. Я поэтому радуюсь, когда он спит уже. Как все начиналось, да? Мой малыш, тра-ля-ля. Я радуюсь, когда он спит, правда. И снимаю вам только ночью и на кухне. А в моей классной декорации он спит в моей классной декорации. Ну, пусть спит. Сладенький мой. Лишь бы крепко спал. Дальше. Семья. Семья у нас тоже от девяточки идет вверх. Потому что наша семья все крепче. Несмотря на то, что мы с моим мужем живем на расстоянии временно. И почему девятка, а не десятка? Потому что десятка будет тогда, когда мы будем жить с ним вместе. И когда у нас будет, может быть, еще малышка или малыш маленький. А пока что у нас все на девятке. Все замечательно складывается. И лучше, чем у многих-многих-многих, кто живет вместе. Ну, это так. Кто, если вдруг интересуется, любопытничает. Друзья. Друзья у меня вообще... Друзья у меня десять. Я не знаю, куда оно вести вверх. Десять и еще вверх, наверное. Потому что я... Пусть будет вверх. Потому что я приобретаю все-таки новых знакомых. И, возможно, друзей каких-то. Благодаря Ютубу также. Очень приятно. А друзья у меня все прекрасные друзья. Все замечательные. Я уже подрихтовала многих друзей, которые были в моей жизни. И у меня остались самые лучшие. Самые преданные. Самые широкой душой, как я люблю. Добрые, внимательные. То есть, ну, я не знаю. У меня вообще претензий к моим друзьям нет сейчас. Ни к одному другу. Социальная жизнь. Социальная жизнь. Ну что, смотря, что в социальную жизнь. Не знаю. Пусть она будет как к семье, может быть, да? Социальная жизнь. Ну, на девятки, к десятки. Я не соображу, что у нас социальная жизнь. Все прекрасно. Я общаюсь в социуме. Да. Все замечательно. Взаимоотношения. Взаимоотношения у нас, честно, я скажу, на десятки. И расти вот уже некуда. Потому что был, знаете... Нет, ну есть, наверное, куда расти. Но был момент, когда мы с моим мужем притирались жестко. Мы вообще с ним начали встречаться. Начали встречаться уже на расстоянии. Поэтому, как бы, для меня все нормально, да? Мы не жили с ним еще вместе. И я уже с ним познакомилась, когда он уже был в другом городе. И уже была такая сложившаяся ситуация. Поэтому я ее просто приняла, и все. Но был момент, даже по телефону. Мы вот каждый день созваниваемся. Был момент, когда реально мы ругались. Очень жестко ругались. Как я ни с кем, наверное, никогда не ругалась. Представляете? По телефону все это могли. Это ревность. Это мы требовали уважения к друг другу. В общем, мы ставили перед друг другом какие-то границы, да? Вот у меня есть какие-то границы, за которые не должен выходить человек. У него есть какие-то границы, за которые не должен выходить человек, да? Границы уважения, границы там внимательности. Ну, многие границы такие. И мы пока вот обтесывали друг другу, у нас были ссоры, и было куда расти. Но в целом мы люди такие понимающие, развивающиеся с ним вместе. И поэтому мы легко преодолели этот барьер, наверное, в первый год. И сейчас вообще все такое идеально. Я не знаю. Мы друг друга понимаем, даже если мы ссоримся, ну, какие-то смешные ссоры, в общем. И ссоримся смеясь. Так что желаю вам всем так. Если у кого-то нет взаимопонимания, я вам желаю... Знаете, когда девчонки ко мне обращаются и говорят, вот, там он меня не понимает или что-то, я не понимаю, вот так или так. Я говорю, блин, когда ты найдешь человека, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже если вы будете ссориться, но у вас есть взаимопонимание, это дорогого стоит. Ты сразу поймешь, что это круто. Вот это круто. Это то, что каждый человек желает. Взаимопонимание. И не сует, что, может быть, человек вспыльчивый быть или еще что-то, еще что-то. Взаимопонимание рулит, честно. Веселье. Ну, веселье, ну, пусть тоже будет не на десятке, на девятке, но идет к десятке, да, потому что моя малыш когда вырастет, и когда мы воссоединимся вместе вот так, то у нас будет вообще зашкал, потому что мой муж, он вообще, он такой жизнерадостный человек, и малой у меня уже, маленький, а уже может посмеяться в голос, так что, и рассказывает что-то там, я думаю, он мне много историй расскажет, будет на десять. Дальше. Работа. Работа, так как я не работаю, у меня будет, пусть будет работа YouTube, да, у меня здесь нет хобби, творчество, работа, ну, блин, у меня нет работы на самом деле, я не вообще, я вообще вот эту графу уберу у себя, потому что у меня нет работы, я не работаю, и я не люблю работать, и я не буду работать. Если я буду что-то делать, то я буду это делать для души, это мое хобби, это моя жизнь, больше по-другому я не могу сказать, потому что для меня ассоциации, я понимаю, что можно, да, но у меня просто ассоциации с работой, это когда человек трудится за деньги. Деньги. Работа, как будто она не всегда хорошая, а я в жизни привыкла заниматься тем, что я люблю, и так выстраивала жизнь свою всегда. Ну, не то чтобы даже насильно, я просто не могла делать то, что я не хочу, поэтому я не задерживалась ни на одной работе, хотя я пробовала много где работать. И поэтому давайте я уберу работу вообще, уберу работу, потому что мне не нужно, чтобы она шла в гору или шла вниз, она вообще вне моей жизни. Деньги. Деньги у меня сейчас, ну, давайте сделаем на пятерочке, да, если пять. И идет в гору, идет в гору, идет в гору, я мечтаю о финансовой независимости, и мы вообще с мужем просто, мы молодцы. Мы идем вот как надо. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Мы молодцы. У нас идет от пятерки до десятки. К десятке. Здоровое питание. Здоровое питание, здоровое питание, здоровое питание. Блин, не идет он ни вверх, ни вниз, оно где-то у меня на шестерочке, и вот это вот, знаете, как-то стоит на месте. Нет, ну, будет идти вверх. Давайте сделаем рост. Да, будет идти вверх. Мы же спортом начнем заниматься. Будем это. Все правильно кушать. Потребление воды. Потребление воды. Блин, вообще очень плохо, очень плохо. Я очень мало пью воды. Я не знаю, что сделать, но я очень мало пью воды. Да. Я не знаю, она тоже где-то стоит на двоечке, наверное. На двоечке. И не туда, и не сюда. На двоечке. Ну, я стараюсь, я стараюсь. Нет, я сделаю стрелочку вверх. Пусть. Я же стараюсь, я буду пить. Когда я начну заниматься, я буду пить воду. Прогулка на свежем воздухе. Ну, сейчас я вообще не выхожу из дома. Неделями просто. Плохо-плохо-плохо. Не дышу свежим воздухом. Ну, где-то на троечке, наверное, да. И оно вниз, вниз, вниз идет. Я все реже выхожу на улицу. Пока маленький и холодно на улице. Не знаю, и вообще мне некогда на улицу выходить. Я тут забиралась в четырех стенах и снимаю, фотографирую, выкладываю, монтирую. Кормлю сына, переодеваю. В общем, вот так. Загнанная лошадь. Кто-то говорил, что я не как загнанная лошадь. Может быть, я не выгляжу как загнанная лошадь, но... Я загнанная лошадь. Занятие спортом. Тьфу. Занятие спортом в скобочках. Тьфу. Что это значит? Я не знаю. Занятие спортом сейчас у меня никак вообще. На единице стоит. Потому что мне заниматься пока нельзя. Еще пару месяцев, и я начну как сумасшедше заниматься. Здоровье. Здоровье тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо, у меня ничего не болит. Но я сделаю на девяточке, потому что нет идеально здоровых людей. Пусть будет девяточка, и она не идет у меня ни вниз, ни вверх. Ну, типа, для меня это как бы супер-пупер. Творчество. Вот творчество. У нас сейчас я на восьмерочке, потому что восьмерочка — это мой любимый... Моя любимая цифра восьмерочка. И я напишу вверх в десяточке. Это когда будет у нас миллиард подписчиков. А пока оно будет идти от восьмерки до десятки. Целенаправленность. Целенаправленность вообще у меня стопроцентная целенаправленность. Вообще на десятке целенаправленность. И идет туда, к сотне. Прошлое. Что прошлое? Оцените сферу жизни. Лучшее и худшее. Прошлое у меня все замечательно. Все прошлое на десяточке. Все нормально. Я ничего не хочу менять. Все замечательно. Настоящее. Настоящее вообще тоже на десяточке. Все супер-пупер. Ничего не хочу менять. Все потихонечку идет. Мне все нравится. Будущее. И будущее. Ну, давайте, вот, я не знаю, будущее. Давайте пусть будет на восьмерочке, так как это моя любимая циферка. И тоже она идет вверх. Потому что я уверена, что все будет хорошо. И прилагаю максимум для этого усилий. И все будем читать. Казалось бы, сделала одно задание. Столько-столько вам наговорила. О семье, о муже, о детях вообще. Я не знаю. Ну, давайте быстренько сделаем вот второе задание. Перечислите все, что делаете ежедневно и что не доставляет вам никакого удовольствия. В общем, я долго-долго думала. Значит, перечислите все, что делаете ежедневно и что не доставляет вам никакого удовольствия. Я вот, первое, что пришло мне в голову, это просыпаться среди ночи и мешать ей думалому. Потому что, честно говоря, вот, когда была грудь, да, просто я даю ночью грудь, но не всегда ему хватает, да. И бывает, надо вставать, и особенно под утро надо вставать, когда я там легла 2-3 часа назад, и надо вставать, намешивать. Я просто иду такая шатаюсь, вся намешиваю, как бы, знаете, не уронить там ничего. Вот, и, честно говоря, это никакого удовольствия нет у меня. Вот главное просыпаться вообще, нет никакого удовольствия идти что-то делать. И вообще ничего не могла придумать, что, 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 у меня нет удовольствия, и чтобы я еще каждый день это делала. Всем убираться я не каждый день убираюсь, готовить я не каждый день готовлю. И придумала только одно, что в последнее время есть. Мне не доставляет никакого удовольствия, потому что мне есть некогда. Я люблю есть как-нибудь вкусненько. Много чего мне сейчас есть нельзя, поэтому я ем далеко не то, что я люблю и то, что я хочу съесть. Я постоянно голодная и постоянно я занятая. И потому, когда я голодная, я бегу-бегу, скорее поесть что-нибудь. И, в общем, никакого удовольствия нет вот в этом. И все. Дальше на задание, вот из этого списка, зачеркнуть все несущественное. Но, по большому счету, я не считаю, что существенное что-то из этих двух. Оно все несущественное, потому что оно все пройдет. Малыш перестанет ночами просыпаться, скоро мы будем вместе утром вставать. Хотя с моим графиком я, наверное, все равно буду вставать вот так вот. Он будет утром вставать, а я такая только легла 3 часа назад. И есть, когда я перестану его совсем грудью кормить, я думаю, что есть. Я тоже скоро начну все, что хочу. Пельмени, сосиски мои любимые. И в сладком вообще никаком себя не ограничивать. Зачеркните все несущественное. Я все зачеркнула. Все зачеркнула. И второе задание. Перечислите все, что делаете ежедневно. И что доставляет вам удовольствие. Я также уже сделала это задание. Вы можете его сделать также. И я скажу, что мне доставляет удовольствие. Ну, это самое, которое в голову мне опять пришли. В первое, да. Мне доставляет удовольствие снимать. Мне доставляет удовольствие придумывать идеи всякие ежедневно. Мне доставляет удовольствие монтировать видео для вас. Мне доставляет удовольствие целовать Деньку. Каждый день я его целую. и это счастье. Мне доставляет удовольствие общаться с моими мужчинами, потому что помимо того, что я целую Даньку, он еще общается со мной, он иногда вот покушает, так вот повернется ко мне, и прям руками жестикуляции прям тянется, он мне что-то объясняет. Вы могли это видеть тоже в Инстаграм, у меня я выкладывала, как мы общались с ним, прям вот он рассказывает, рассказывает что-то. Естественно, со своим мужем я по 10 раз на дню общаюсь, и тоже я люблю, особенно когда мы находим обычная занятая, мы там созваниваемся, ну что, человек, если там, да, все нормально, все нормально, ну вот так вот созваниваемся, да, я все время занята, что-то снимаю, либо он занят, и сейчас редкие такие моменты, когда нам удается там потрещать 30 часик, 30 минут часик, и мы, конечно, да, мы и поржем, и что-нибудь, и поприкалываемся, и вообще, ну, классно. Я люблю это делать, это стоит все отложить, кстати, вот этого. Вот, удовольствие, значит, я люблю поспать, и днем люблю поспать, раньше не спала, но теперь люблю поспать, особенно, когда есть на это возможность, и ничего не нужно снимать, и монтировать, и есть время поспать с малышом. Люблю просто лежать на кровати, кайф вообще, да, пить чай, пить чай, я обожаю вообще, я часто много пью чаю, есть сладкое, я стала есть сладкое раньше, я не любила сладкое, вообще была не сладкоежкой, сейчас, я не знаю, мне кажется, я готова гору свернуть, гору съесть сладкого. Говорят, что после родов меняется, да, что-то. Самое главное, что у меня изменилось, я стала сладкоежкой, жуткой, я конфеты килограмм в мить ем. Ну и все, да, все. Это вот первое, что пришло мне в голову, то, что меня доставляет радость. И теперь нужно обвести кружком все несущественное. Ну как несущественное? Все очень даже существенное. Очень сложно сказать, что что-то несущественное. Все существенное, и все мне нужно. Без чая, без сладкого, я у меня прям вообще вот так, без общения, без дынечки моего, а без монтажа и съемок, это вообще кошмар. Я ничего не могу зачеркнуть. Все существенное. Все, мои хорошие. Значит, вам задание я оставила, тоже посидите, подумайте, что да как у вас, да. Пишите, если что, в комментарии, делитесь вашими опытами какими-то, помните. Я давайте несколько видео, наверное, напомню, что я не всем теперь смогу отвечать, но я всех просматриваю комментарии. И я ставлю пальчики вверх, вот такие вот. Если вам приходят такие сообщения, я очень рада. Отвечаю только на вопросы, которые там важные, нужные вопросы я отвечаю. Ну все, мои хорошие, будьте счастливы. Я с вами прощаюсь. Присоединяйтесь, кто первый раз. Вот такая толстенная книга, мы ее будем проходить вместе. Сейчас пока по понедельникам, может, будут выходить видео чаще. В общем, давайте радоваться жизни вместе. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok